Всем привет, это ЦСКА Баскет Шоу, меня зовут Николай Ценкевич. С нами здесь Мариус Григонис, наш новичок. Мариус Лабадена. Лабадена, привет, привет. Вот я сейчас говорю по-русски, ты немножко понимаешь, что я говорю? Я говорю русский, ты понимаешь? Я говорю русский. Я понимаю, некоторые слова, да. Понимаешь, когда ты скажешь вопросов, я знаю, что ты уже переведешь, но это слишком много, чтобы понять. Немножко о решении перейти в ЦСКА. Я говорю, это было в среднем сезона, когда мы начали говорить, и ты всегда получаешь эти разговоры, румы и так далее. И когда они сделали официальное предложение, я имею в виду, это первое, это ЦСКА, я имею в виду, они играют почти каждый год в финале форта в Юролиге, и основной задачей это победить чемпионаты. Это главная причина, я имею в виду, чтобы иметь больше возможностей, чтобы победить так много чемпионатов, как можно. Я спрашиваю у Мариуса о его разговорах с тренером Этудисом. Мы уже показывали фотографию, что они встречались вчера, говорили, наверное, говорили по телефону раньше. Какие ваши впечатления? Я имею в виду, что он, первое, один из лучших тренеров, поэтому он здесь, в ЦСКА, уже не знаю, сколько лет, 5 или 7 лет. 7 лет. Это очень редко в Европе, чтобы держать эту позицию как тренера, поэтому, конечно, ты должен иметь что-то особенное о тебе. И когда я говорил с ним, я почувствовал, что он будет готовиться работать, работать, и он действительно любит его работы. Он довольно-таки реальный человек, но вы можете видеть, что он так дешево работать и победить, и он действительно хочет победить. Это то, что я получил. Я говорил с ним за 20-30 минут. Мы говорили много о семье, но вы можете видеть, что этот парень имеет цель. Какие свои качества Мариус может принести эту команду? Чем поможет ЦСКА? Я не люблю говорить о себе, а я бы хотела сказать что он делает хорошо или плохо. На футболе можно говорить, но он будет решать, как я использую, и я дам все, что я буду. И самое важное, что мы должны быть в вашем месте и хотели бы помочь. И я могу привести это, вы знаете, победительность, энергии, огонь. Я люблю говорить, я люблю быть тот человек, который всегда пытается дать друг другу энергию. Да, не важно, если вы играете хорошо или плохо, но эти вещи всегда должны быть. Болельщик Жальгериса из Москвы, Николас Кос и Лобатьена. Всегда слежу за командой и болею. Мариус, как отнеслись литовские игроки Жальгериса к отъезду Саулюс, Люкас и другие? Я сказал им позже, во время сезона, что я был открыт. Мы были вместе вместе, и они были счастливы. Всегда человек, который получает хорошие предложения для лучшей команде, все должны быть счастливыми и поддерживать вас. Почему у тебя номер 40? – спрашивает Иван Степанов. Когда мы играли, когда ты был ребенок, они дают тебе эти шерты, как высокий номер и больший жерзи. То есть это было около 40. Я думал, окей. После этого я хотел играть с номером 13, но в многих командах это уже принимается, и в Жальгерисе и Янкунах уже не принимается. И я думал, что я буду работать с 40. Денис Ларин тебя спрашивает, приедет ли в Россию семья, и пробует ли сын уже играть с мячом? Мой сын, он любит слушать музыку. Он идет на YouTube. Что он говорит? Эмилис. Эмилис. И последние, я не знаю, 4-5 месяцев, он всегда превратил русскую музыку. О, реально? Я думал, что это знак. И так, для него, я думаю, что это будет легче заниматься сюда, но я с вами вернусь в Ли-Тву-Ан-И-А, и после того, она придется, с все семьи. Так что, в порядке 2 месяца, я думаю, я буду сидеть здесь. И, после того, я приду, и я должен организовать много вещей. Когда ты одолжен, ты можешь больше фокусироваться на практике, утром, 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 утром. И с семьей у тебя всегда есть что-то. Но я буду готовить все для нее, и когда они готовы, они будут приходить. Это септембер 12 сезон. Ты сразу стал мвп месяцев Евролиги? Я не знаю. Эта болезнь была очень странная и очень редкая. Поэтому я должен был посетить многих докторов, чтобы понять, что делать со мной. Чтобы понять, что происходит. Да, да. И после того, как я уже был здоров, я уже был в бассейн к Барселону, и потом они сообщили о COVID-19 ситуации, и это было перерыв. Я был готов, чтобы снова начать. И я думал, что это хорошо для меня. У меня есть больше времени, чтобы восстанавливаться, чтобы готовить себя. И этот месяц, октябрь, это был хороший месяц, потому что мы победили 6 матчей. И я играл хорошо. И я надеюсь, что это будет много больше. Что ты можешь сказать с нашим болельщикам, которые сейчас тебя слушали, и которые принимают тебя с Росстетовым и объятиями здесь в ЦСКА? Что ты можешь сказать нашим фанам? Я надеюсь, что я надеюсь, что я надеюсь, что все будет вместе. это樂, чтобы я надеюсь, что это rôle, чтобы было прожить. Я буду пытаться, с моим губелом, я буду пытаться, вытаскивать вас, и быть хорошим? У нас есть святая, и пытаться победить так много, как можно. Первое, самое важное, это быть вместе, увидеть много людей в стандартах и праздновать победы вместе. Мариус, спасибо большое. Спасибо большое. Ачу. Было очень здорово. С вами был Мариус Григонис. Мне кажется, что мы его узнали в очень больших подробностях. Это ЦСКА Баскетболл Шоу. Я Николай Цинкевич. Следите за нашими социальными сетями и следите за новостями. Спасибо. До свидания. Счастливо.